Президентская программа управленческих кадров действует уже четверти века. За это время почти 2000 руководителей из разных сфер от органов исполнительной власти до энергоотрасли смогли повысить свою квалификацию. Главная задача госпрограммы – решение проблем бизнеса. Для этого используют разные способы – деловые игры, экскурсии на объекты и стажировки на зарубежных предприятиях. Первый этап – это образовательная часть, вторая часть – это стажировки. До 2020 года стажировки у нас проходили в странах Европы. Это Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды, была в том числе Япония. Конечно, с прошлого года география стран поменялась. Сейчас это страны Беларусь, Турция, Иран. Гости Барнаульского завода познакомились с технологией производства слабоалкогольных и безалкогольных напитков. А в ходе круглого стола обсудили систему контроля качества, подготовки кадров и обменялись бизнес-идеями. У некоторых представителей, участников президентской программы есть интерес выращивать, допустим, хмель для пивоварения у нас в Латайском крае. Людей эта тема очень интересует. Она актуальна и для нас тоже. Возможно, и в будущем завяжется какой-то партнерство. С течением времени и подходы менялись, внедрялись в новые практики. Сначала ушли от формата, как традиционная передача знаний, формат лекций, семинаров. Больше сейчас интерактивные вещи. Начиная с потом, перешли к игровым, всяким таким схемам, деловые игры. Барнаульский пивоваренный завод – одна из площадок для участников президентской программы. Ее в свое время закончили и действующие руководители предприятия. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.